Всем привет! Небольшое видео про мои косметические добивашки. То, чем я в основном пользуюсь. Косметичка у меня достаточно обширная, но есть продукты, которыми я пользуюсь на регулярной основе. И давайте начинать. Для губ на регулярной основе я стараюсь использовать два карандаша. Во-первых, это мой на данный момент самый любимый Maybelline. А номер я не знаю, как смотреть тут. Color Sensation. Я даже думаю, что, возможно, я его в другой стороне какой-нибудь повторю. И здесь у меня осталось... Смотрите, вот такое количество карандаша. Это очень большой для меня расход, чтобы я вот так вот ненамеренно заканчивала один и тот же продукт. Но это для меня редкость. В основном я на что-то налегаю. И второй продукт, который я специально добиваю. 0,2 оттенок Influence Beauty. Маркер для губ. Я его использую как подложку под помаду. Контур им трудно рисовать, если не зарисовывать внутри. Потому что он засохнет, поэтому я его решила, конечно же, в первую очередь, так сказать, тратить. Но не лучший продукт. Рада, что не купила больше. Из продуктов для губ в другом сегменте у меня всего лишь один, который я использую на постоянной основе. Сегодня я его сломала. Это вот такая помадка, которая проявляется. Я ее использую как бальзам до нанесения помады. И, в общем-то, вот она у меня сломалась. Конечно, можно было бы это и выкинуть. Но для себя я решила, что продукты, если они работают, в принципе, все нормально. А выбрасывать я ни один не буду. Даже если они мне особо как-то не подходят, лучше отложить. Но если прям совсем мне не нравится, отвратительно, то тогда да. И уходовый продукт, который я больше всего налегаю. Это вот такая тыковка. Тут уже донышко. У меня еще медвежонок в использовании. Но как пойдет. Вот эта тыква у меня чаще на глазах, скажем так. Следующий продукт, который хочу вам показать, это будет, наверное, хайлайтер. Самодельный. Конечно же, это не на каждый день. И брать его с собой тяжело. Далее у меня три продукта для щек в кремовой текстуре. Вот эти самые мои любимые румяна на данный момент. Я ими прям активно пользуюсь. Очень активно. Вторые по тому, как я пользуюсь, какие мне нравятся. Это малиновые. Тут от Maybelline помада. Красивая малиновая. Другая малиновая. И самые пока что проигрывающие. Но когда-то были мои самые любимые, когда я сделала это. Вообще, вот это вот все. Это красные. Может быть, просто потому, что сейчас я пользуюсь, скажем так, не пользуюсь, а ношу более темную. Не знаю, как это на русском языке говорится. В общем, осеннюю теплую одежду темного цвета. Как-то так. В общем, когда еще было тепло. И мне нравилось. И когда я вот их беру с собой, они не нравятся. Но дома не очень. Я, наверное, может их так и дотрачу. И так, самый такой еще активный у меня продукт, который вот-вот будет скоро и заканчиваться. Как вы видите, вот этот вот кружочек. Здесь я сейчас этим розовым оттенком под глазами пользуюсь. Этот у меня оттенок отлично идет как хайлайтер. Я хотела вначале как базу под тени, потом подумала, у меня и так очень много этих продуктов. Зачем оставлять? А зеленый я как-нибудь цветокоррекцию вечером сделаю. И в принципе он там за 1-2 раза уйдет. Вот пока с вами говорила, в зеленый оттенок ногтем залезла. Так и растратится. В общем, эта палетка у меня, я думаю, до нового года точно уйдет. Тут, в принципе, не так много продукта. И дотратить смогу. Но как только у меня закончится этот продукт, я решила сразу же буду брать. И не потому, что тут старое или мне что-то там не нравится. Потому что уже колпачок у меня сломался просто от хранения. И тут начало все трескаться. И этот продукт нужно будет просто закончить, потому что иначе он испортится. И также я продолжу пользоваться своей шайбочкой, которая у меня была в проекте даже. Видите, тут эта наклеечка, которую я так и недопользовала. Но тут очень и очень много грамм. Здесь у нас 8 грамм. Представляете, 8 грамм. Когда в тональном креме 25 бывает. А тут 8. В общем, продукт, конечно, стоит каждой своей копейки, которую я за него отдала. Он стоил копейки. Так что это прям вообще идеальный продукт. Так что буду использовать их два. Я посмотрю, как этот себя ведет. И этот я-то знаю, но он светлый. Может, я их буду смешивать, может быть. Например, когда спешу вот этим, когда не спешу этим. Потому что там больше на одну кисточку может, как вы знаете. Следующий продукт, который хоть и свежий этого года, но заканчиваю как могу. Потому что, видите, он чуть-чуть подсох. Уже дно видно. Вот тут вот незаметно. Так оно все. Уже я до донышка добралась. Буду, так сказать, дальше расширять. И я этот продукт полюбила. Полюбила использовать его с тенями от Риммель. У меня есть вот такая однушка-тенюшка. И все, никак у меня к ней руки не доходят. Сколько раз она у меня лежит все время на моем макияжном столике. Лежит она и лежит. Вот тут у меня какая-то любовь к Риммель проснулась. Я достала свою именно матовую черную тенюшку. Есть у них еще с серебристым таким подтоном. Черная тенюшка. И ей я делаю стрелки. Стрелки я делаю вместе с продуктом Beauty Bomb. Кремовым. Как вы видите, уже такую ямку прокопала сама для себя неожиданно. Я вспомнила, как я раньше делала только такими продуктами. Ну и, естественно, два продукта у меня продолжают быть. Снова Beauty Bomb и вот этот от Jigimon. Что-то там такое. Как кремовую подложку для теней я использую также желтый оттенок. Когда мне хочется более яркий макияж. То есть вот эту подложку я не использую вот этими тенями от Риммель. Я использую уже яркие какие-то тени. Также, что еще я тут поднесла. Для бровей я использую либо помадку от Luxe Visage. Естественно, когда я использую помадку, я использую вместе с ней от Luxe Visage. Чтобы, знаете, в тандемчике оно работало. Но когда я использую вот эту вот подделку под Рилуи на Галберрис. Больше вот такое вот типа оригинальное брать не буду. То я использую свою старую палетку, которая тает и подняла по секундам. Уже подросло донышко. Трехцветную. И что я теперь придумала? Я раньше использовала только один этот цвет. Потом я попробовала вот этот. И этот у меня был не задействован. Я думаю, его как тени буду использовать. Но сейчас я набираю этот оттенок. Либо набираю вот этот оттенок. Ну, чаще теперь вот этот. И кисточку, не стряхивая, обмакиваю вот в этот. Ну, не обмакиваю, а тру. И получается коричневый. Ну, это, наверное, простое изобразительное искусство. Но этот эффект мне прям очень понравился. И я продолжаю таким образом пользоваться. Также у меня еще для бровей. Потому что тот продукт совсем ужасный. Но есть вот такой вот продукт. Браун тинт. И два продукта. У меня также продолжают. А триммель использую как кисточку. И вот этот вот кауэр гель. Ну, тут посмотрите, как она. Вот еще. Вынимается очень много. То есть я беру и вторую кисть. И вот так вот снимаю, сколько мне там нужно. Крашу. Потом периодически эту кисточку я тоже мою. Но не каждый день. Вот эту кисть я не мою каждый день. Также каждый день я не мою вот эту кисточку. Вот этот продукт у меня в качестве спонжика. В качестве спонжика для моего корректора кремового. Но тут его еще, ну, не скажу, что много-мало. Но еще есть. Поэтому пока что замену не ищу. Ну, естественно, база под тени. Это мне на каждый раз. Из тональных кремиков у меня от Гарнье. Тут чуть-чуть осталось совсем уже. И от Стеллари. Хотя вот эта тональная основа от Стеллари чуть-чуть темновата. Потому что теплый песочный тон, да. Но с пудрой она отлично смотрится. Также я не забываю про свою кремовую палеточку. Чуть не упала. Палетка для теней у меня. Так, наверное, я вот это все уберу. Некуда мне показывать. Итак, легкая уборочка произошла. Теперь будет легче смотреть. Итак, давайте смотреть на тени. Тени у меня палетка от Кайли. Сейчас самая основная. Была у меня когда-то в проекте. В одном из первых. И здесь я пользуюсь вот этими тремя активными цветами. Правда, вот этим вот еще не очень. Но вот этими двумя. А этим вообще постоянно. Потому что это палетка от Ева Мозаик. Которую я раздолбила и сюда всунула. Но вот расставаться я все-таки с ними не хочу. Ну, как-то... Это одни из самых старых продуктов моей коллекции. Покупала в Ривгош эту палетку. Она была по скидке. Я помню, мне и другие понравились. Но именно этот оттенок был по скидке. Также вот этот оттенок использую. И вот этот. Луководчик глаза. Не очень такая сияшка приятная. Ну, в плане сияения. Но нормально. Потом посмотрю, какие еще отсюда оттеночки я смогу... Ну, если вот эти трое закончу, может, еще какие-то выберу на добивание прям конкретное. Ну, неплохая палетка. Для подделки качество хорошее. Очень много оттенков отсюда ушло. Очень много я отсюда оттенков закончила в свое время. Но сейчас, конечно, не такая уж актуальна. Но для повседневных макияжей отличная. Итак, палетка хайлайтеров, в которой теперь уже нет хайлайтеров. Здесь остался один оттенок, который является контурингом. И я его использую, ну, скажем так, регулярно. В общем, отличный контуринг. После перепрессовки отлично себя повел, в отличие от других продуктов некоторых. И я могу сказать, что его я до Нового года точно истрачусь. Например, с этой палеткой мы до Нового года вряд ли с вами расстанемся. То от этой я точно избавлюсь. Так, уберу палетку. Так, давайте сделаем. Следующая палетка. У меня тут остатки роскоши, остатки контуринга. Но этот контуринг темный. И с ним уже нужно возиться. И, знаете, встала, побежала, накрасилась. Это с ним не прокатит. После перепрессовки он не стал лучше, он стал хуже. Румяна у меня в оттенке сахара от Revolution. Перепрессованный. Уже один раз воспользовалась, потому что другие закончились. Еще одна палеточка. Еще один вот такой вот у меня лежит. Так что следующим возьму тоже такой же. Хайвайтер очень быстро стал таять, скажем так, на глазах. Тут я не перепрессовывала, просто дырка. Хайвайтер шикарный просто упаковочек.